Я, во-первых, хотел поздравить представителей нового руководства Верховного Совета и нового руководства Кабинета Министров с назначением, я думаю, что и пожелать им успеха, я думаю, что их успех, который бы почувствовали граждане Украины на повысившихся зарплатах, на пониженных тарифах, на растущей экономике, я думаю, что это успех всей Украины, я думаю, что этого успеха желают все. Вы к ним не хотите перейти случайно? Господин Фисенко, вы себя видите прилично, пожалуйста. Я прошу прощения, но так вы говорите. Второе, что для меня, как для представителя оппозиции, в речи президента, я считаю, что это тоже позитив вчерашнего дня, было очень приятно, что в первый раз президент страны обратился к нашей части зала и сказал о том, что будучи в оппозиции к власти, это не значит быть в оппозиции к своей стране, к своему народу. Я надеюсь, что, может быть, вчерашний день будет, скажем, тем началом, объединительным началом, когда мы действительно прекратим чубиться внутри своего государства и займемся действительно реальным государственным строительством. Но вот очень, я достаточно часто хожу на эфиры, и мне все время говорят о том, что вот вы представитель старой власти. Для меня это первый созыв. И, честно вам скажу, я вот всегда, достаточно давно наблюдаю за тем, что происходит в Верховном Совете. Я думаю, что вот вчера такая самая популярная шутка была в зале, что Янукович сидит в Ростове и удивляется, что так можно было тоже. Потому что, ну, как бы представить, что так можно изнасиловать Конституцию и так изнасиловать процедуру, и при этом говорить, что это простая бумажка, что она ничего не решает. И даже не в этом дело. То, что, опять же, коалиции нет. Это совершенно однозначно. Коалиция – это микс из тушек, я прошу прощения, не в обиду, присутствующий здесь госпожа Пташник, но она избиралась... Чтобы она не вошла в ВПП. Да, сейчас вы. Тудея перепрошу. Тудея перепрошу. Но было достаточно большое... Я прошу прощения. Было достаточно большое количество депутатов от самопомощи, которые избирались от самопомощи. Второе. Если в коалиции насчитывается 227 голосов, то все прекрасно понимают, что это не коалиция, а игра на пианино. И это все прекрасно понимают. Это вторая составляющая. И третья составляющая – это покупка голосов у фракций, которые называются оппозицией. Выходит вчера представитель Ведроджини и говорит, мы проголосовали, но мы оппозиция, мы требуем комитетов и так далее. И я понимаю, что торги за это идут.